здравствуйте олег анатольевич сегодня предлагаю рассмотреть вопрос касающийся документа который обсуждают довольно много и который называется регуляторная гильотина что это такое что он несет нам и как его необходимо рассматривать с позиций марксизма ну во-первых слово интересное вот у нас любят такие слова там ваучер такие внедрить какое-то слово и она начинает циркулировать и у нас значительная часть населения подхватывает эти слова есть и так делает их своими такими родными вот и гильотина думаю родным еще не стало и может и не станет но гильотина время французской буржуазной революции что сделали этой гильотиной вы изобрели гильотину потому что надо было многих казнить то есть уже палачи не справлялись видимо с теми марс тем масштабом репрессий которые буржуазия вела по отношению к своим противникам и тогда изобрели устройство которое рационализировал если можно так сказать этот процесс и вот этот есть гильотина ну все знаем что она все представляет это гильотина когда отрубали головы этой гильотины и делали это в массовом порядке а здесь применяют такие слова но я думаю это с различными пиар целями для того чтобы как-то популяризировать что в этом говорили а что по сути по сути речь идет о том что отмена этот процесс он из двух основных направлений первое это отмена тех документов тех законов тех нормативов которые регулировали значительную часть нашей общественной жизни и которые начиная с семнадцатого года с 1917 года формировались и до сих пор еще тысячи и тысячи документов действуют потому что россия российская федерация является правоприемником союза советских социалистических республик и в этом отношении те документы действуют это одно направление второе направление создать закон который бы был препятствием на пути регламентации деятельности наших капиталистов это прямым текстом практически говорится но называя там бизнес называть предприниматели но по сути капиталистов вот она два направления вот это деятельности давно пытаются это сделать но сейчас поставили прямо такие вот жесткие сроки осенью летом об этом заговорили нет прошлом году еще заговорили в начале года затем летом интенсифицировали осенью еще уже начали готовить документы постановление правительства и уже 13 января понедельник интересно да принято первое постановление где отменено около тысячи трехсот документов отменено приостановлено не приостановлено считается не действующими и уже от 13 не 13 3 февраля принято следующее постановление которое отменяет уже 3700 документов примерно всего планируют предполагает около 20000 документов отменить это очень огромный массив документации и это не просто так вот тут ненужные документы их убирать если они не нужны но зачем их убирать тогда но ненужные ненужные все они уже не действуют и само собой вроде бы как бы сами эти документы стали ненужными а зачем понадобился такая отмена я думаю что здесь за потоком этих документов среди которых какие-то можно и смешные найти которые когда-то действовали там приводили пример например как там жарить омлет стандарты так немножко насмехались над этим свысока а есть документы очень и очень серьезные которые касаются нашей социальной жизни и в целом развитие общества и вот здесь надо нам конечно четко понимать что это делается с той целью чтобы дерегулировать нашу экономику и в целом общественную жизнь в определенной степени такие попытки были и где-то осуществляли например хорватии ну там около тысячи документов отменили хорватия не сравнить с нашей страной не по масштабам не по значению в мировой экономике и политике и какой эффект дало говорят что вот это вот выполнение вот этой идеи регуляторной гильотины воплощение даст прирост экономического роста прирост экономики ну в хорватии посчитали где-то 0,13 процента роста вала внутреннего продукта это вообще мизер исчезающая малая величина да и как чуть считали то есть наверное задача была все-таки посчитать так что что хоть что-то показать потому что но другие эксперты как сейчас говорят ноги утверждают что это стоило тем странам которые пытаются это сделать пытались двух-трех лет дирегулирования то есть говоря просто по-русски путаницы путаницы и неразберихи то есть когда отменяется огромное количество документов но никто не просчитывает последствия этого и какие документы заменят ведь надо есть целую область не случайно же их раньше не отменяли значит они регулировали например в области строительства в области строительства в области пищевых продуктов мало у нас травят наши капиталисты людей много вот только сейчас пытаются начать регулирование использование пальмового масла появилась у нас на молочных изделиях там четыре буковки что мол без заметник заметили жиров только сейчас это такими бумажками пока отделываются возится у нас миллион тонн пальмового масла поделите на наше население посмотрите сколько мы его съедаем там не только на еду идет другие технологические какие-то нужды но но это это вред очень серьезный потому что при температуре обычной температуре тела но очень плохо выводится за организм это пальмовое масло но где-то растапливается при 40 градусах то есть только получается люди с высокой температуры способны переварить это масло получается пальмовое но есть и серьезнейший аспект регулирование социальных отношений более 80 процентов документов которые отменяются имеют социальную направленность получается что это вторая цель первая цель это создать для капиталистов наиболее выгодные и удобные условия хозяйствования а вторая цель снять с себя социальные обязательства которые были завоеваны трудящимися на протяжении 100 лет можно ли такой вывод сделать или это слишком я думаю что нуждается еще в анализе тот перечень документов и текст этих документов чтобы сделать такой вывод но очень важен какой момент пытаются освободить так вроде как избыточного регулирования которые где-то есть наверно наших капиталистов но какая цель при этом ставится ведь кроме того что у нас есть отдельные капиталисты пусть и там сотни тысячи капиталистов десятки тысяч капиталистов мелких средних крупных у нас есть еще и задача в целом миссия в целом капиталистического производства коллективный капиталист ну да вообще то мы сейчас находимся вообще мировое хозяйство находится сейчас не на стадии девятнадцатого развития девятнадцатого века так называемый капиталист свободной конкуренции а давно уже с начала двадцатого века существует развивается государство монополистический капитализм это уже мощнейшие по сути монополистический капитализм который сам регулирует уже своей борьбе с более мелкие поглощает крупные капиталисты крупные капиталистические корпорации поглощают мелких и и требуется регулирование на уровне всего общества уже этих крупных корпораций противно случае они грозят уничтожением всему капитализму их жажда наживы она беспредельна они покупают дешевле потому что они монополисты на рынке сырье и рабочую силу а продают дороже стоимости то есть кстати причина инфляции а если государство их не регулирует тогда речь идет о существовании общества но государство она же не просто государство над капитализмом над капиталистами она государство плоть от плоти капиталистическая то есть она она вынуждена в интересах капиталистов она вынуждена регулировать все общество чтобы сохранить капитализм чтобы получать все больше и больше прибыли в целом а для этого государство капиталистическое оно обязано заставлять капиталистов действовать в интересах всего класса капиталистов то есть есть противоречия объективное противоречие между классом капиталистов и руководимым этим классом государством то есть класс руководит государством а не наоборот но класс это должен создать государство и создает которые будет регулировать руководить капиталистами в интересах их всех то есть то есть это противоречие между целым и моментами этого И как регулировать? Можно ли не регулировать? Нет. Они не могут этого не делать. Они не могут не регулировать. И в наиболее развитых капиталистических странах давно функционируют системы государственного планирования и программирования. И благодаря не только существует бюджет, но и существуют и реализуются и программы, как отдельные программы, так и в целом в рамках всего общества, в рамках всего государства. Вот это непонимание этого момента приводит к догматизму, который идет из различных так называемых либеральных теорий. Они очень примитивны, очень догматичны. Они пытаются свести государство в этих теориях к функции ночного сторожа при собственности. Да, вот чтобы только не украли. Вроде бы как не украли, остальное мы все сами разберемся, все рынок порешает. На самом деле, если таким путем идти, то рынок не порешает, а порешит. Есть русское слово, дисленг это русское слово порешить, то есть убить. Уничтожить. То есть уничтожить. Что у нас и происходило в 90-е годы и сейчас в значительной степени происходит. Действительно была уничтожена половина производства нашего под этими лозунгами, под этими догмами. Ну как, если сейчас 21 век, как можно пользоваться догмами Адама Смита, когда рынок все решит, все отрегулирует спрос и предложение. Как отрегулирует спрос и предложение, если у Соединенных Штатов больше 700 миллиардов долларов на военную технику, на армию. Как они это без регулирования сделают? Никак. Как можно решать проблемы экологии без регулирования? Никак. Как можно решать проблемы подчинения рабочего класса, классу капиталистов без регулирования сейчас? Особенно, когда профсоюзы есть и влиятельные профсоюзы во многих странах. Никак без регулирования. То есть на самом деле, вместо того, чтобы создавать программу развития страны, долгосрочную программу развития страны и показать, куда надо двигаться, вместо этого пытаются дерегулировать экономику, отказаться от многих принципов регулирования, не от всех, конечно, но от многих принципов регулирования, и думать, что само все решится. И при этом, при таком дерегулировании растет бюрократия, сейчас у нас в два раза меньше на то же население, если брать РСФСР и Российскую Федерацию, на то же население у нас сейчас в два раза больше управленцев, бюрократов. Ну, бюрократы не совсем правильно говорить, управленцы, ну что, прям все такие бюрократы, есть бюрократизм как принцип, но бюрократия это немножко другое, нет класса бюрократов, есть управленцы, которые тоже не являются классом. Но в два раза, факт такой простой, что в два раза больше управленцев, как так получается, ругали так называемую административную систему социалистическую, на самом деле плановую, никакую не административную систему, а создали систему управления, которая в два раза больше управленцев. А почему? Да очень довольно понятно, почему. Вот смотрите, если план указывает, какую цель достигаем и какие средства достижения, то есть вам сказали, идем туда, в том направлении двигаемся, делаем то-то, а в условиях дирегулирования, когда не говорят, куда идти, не ставят цели, в первую очередь долгосрочные цели, ну и среднесрочные, даже краткосрочные, а говорят, что вам не делать, вот не делать это, хотят, вот кто-то хочет достигнуть, что вы, допустим, зашли в такой-то, пошли по такому-то адресу, послали, короче, по такому-то адресу. Одно дело, когда вам назвали этот адрес, и вы включили навигатор и поехали, так? А другое дело, когда вам должно указать, сколько адресов, куда не надо ехать. Бесконечное количество. Совершенно правильно. То есть, получается, при системе так называемой дирегулирования, и вот при использовании, вернее, при той ситуации, когда молятся на догмы неправильно понятой свободы, то, что свобода, это же не то, что делай, что хочу, а свобода, это господство над обстоятельствами со знанием дела. То есть, надо знать это дело. Когда знаешь дело, четко знаешь, куда идти, у тебя есть план. А когда этого плана нет, тогда потом все равно они будут включать в условиях дирегулирования, и все равно будут придумывать еще массу нормативов, и вместо одного документа родится 128 документов, и которые будут в совокупности менее эффективны, внутренне будут противоречивы, даже с точной формальной логикой противоречивы друг другу, и которые будут очень плохо регулировать, а правильнее говорить, управлять нашей экономикой и жизнью. И вот результат. У нас с 2008 года экономического развития нет, у нас застой. Вот сейчас мы живем в эпоху застоя, 2008 года. У нас нет экономического роста. А в Брежневское время, когда назывались застоем, с 1964 по 1975 год в том числе, тогда был рост где-то около 7% в год. То назвали застоем. А это что тогда такое? Если тогда был застоем при Брежневе, а здесь что такое? Это не просто застой, это уже получается хуже. Это такое болото, из которого очень тяжело выйти. Но из болота есть технологии выбраться. Мы говорили в предыдущей нашей беседе о том, как выбраться, как развивать экономику, как наращивать основной капитал, как регулировать, что надо регулировать, использование амортизационных фондов. И вот так можно развиваться. Но это государственное регулирование экономики. У нас очень стыдливо используют регулирование, принципы которого открыты, обоснованные Джоном Мейнардом Кейнсом, нобельским лауреатом. На основе этих рецептов, этого инструментария, экономика Соединенных Штатов и Западной Европы развивалась и развивается до сих пор. Когда используются различные рычаги, в том числе финансовые, когда кризис, согласно Кейнсу, когда кризис нужно, обязательно понижать ставку процента банковского? Обязательно. Это государственный, ну, Центробанк должен понижать ставку. Для чего? Чтобы больше денег в экономику вошло. Нужно увеличивать расходы бюджета. Это тоже обязательно надо делать. Для того, чтобы экономика задышала. В том числе надо увеличивать заработную плату. И надо снижать налоги в условиях, когда кризис или когда застой. У нас ровно наоборот. Налог повысили НДС, это вообще очень странное. Это против, в том числе, и класса капиталистов вообще-то. Это очень неразумная идея. 400 миллиарда вроде собираются собрать. Инфляцию увеличили. И, ну, разве что задача у населения отобрать еще 2% реальных доходов. Ну, за этой задачей, к сожалению, они справляются. Расходы бюджета надо увеличивать, а у нас профицит бюджета. Во всех развитых странах дефицит бюджета. Никто не говорит, что огромный должен быть дефицит. Но дефицит бюджета почему? Да потому что вот они есть расходы, они запланированы. Ну, доходами потом догонят, потом подтянут доходы и будет балансировка. Ставка процента у нас вроде снижается, но снижается как-то скромненько весьма. То есть надо тем же нашим капиталистам, ну, хотя бы по 2%, ну, по 3% годовых получать кредиты на то, чтобы они вкладывали в производство. Только в производство, не то, чтобы вывели из страны. А чтобы вкладывали в производство при этом условии. Это можно все сделать. Денег на самом деле в стране, средств огромное количество. У нас фонд национального благосостояния уже не знает наши правители, что с ним делать. Он уже вырос от таких величин, которые они уже ставили. Процент от вала утреннего продукта, по-моему, около 9% уже стал занимать. То есть дальше вроде бы его и не надо увеличивать, нет смысла. Сейчас придумали на 2,8 триллиона рублей правительство Российской Федерации приобретает у Центробанка Сбербанк, контрольный пакет. Вот это вот, конечно, очень интересная операция, которая будет иметь интересные последствия. Надо следить, проследить, проанализировать, что с этими деньгами дальше будет. Вроде как информация прошла, что 700 миллиардов останется у Центробанка. Что он с ними делать будет? Скорее всего, доллары покупать. А остальные вроде бы в бюджет. Ну может это способ деньги в экономику влить? Ну тогда хорошо, тогда пусть вливают в экономику. Но почему нельзя это просто сделать правильно? Есть фонд национального благосостояния. Почему не определить задачи, куда эти средства направлять? Не расходовать просто так, а направлять на здравоохранение. На образование. На, в конце концов, у нас надо, вот сейчас вроде правительство берется за то, чтобы полностью, ну в большей мере финансировать лечение детей. А то бесконечно собирают деньги по телевизору, собирают деньги на лечение детей несчастных, которые с серьезными заболеваниями болеют. Давайте лучше по такой подписке, по СМС собирать деньги нашим пострадавшим от санкций капиталистам, посмотрим сколько им сдадут денег. А детям пусть уж государство находит деньги. Это наши граждане, это наши дети, которые должны быть полностью обеспечены в стране с таким количеством ресурсов, должны быть полностью обеспечены лечения. Не можем пока кого-то лечить у нас в стране, но отправляйте за рубеж, платит, пусть платит государство. Но надо создавать у нас соответствующие возможности для этого. То есть регуляторная так называемая гильотина, это такое очередное новомодное словосочетание, которое означает попытку реализации очередной расы, реализации либеральных догм. Либеральных, здесь слово либеральное мало имеет отношения к слове свобода, хотя перевод однозначен, корень либер, это свобода. То есть эту догму хотят в очередной расы реализовать. Пытались, вот сколько раз уже пытались по поводу проверок. Вот чуть что президент дает задание, надо увеличить темпы роста экономики. И что делают наше правительство? Сразу заявляют, нам нужны иностранные инвестиции, раз. И второе, надо бизнес оградить от всяких проверок. Ну уже ограждали, уже раза три так делали. А где рост? Уже запрещали приходить на проверки. Ну как можно эффективно проверять? Если предупреждаешь за какое-то время на каких-то важных объектах, где, например, кормят детей. За три года, за два месяца предупредить, что мы придем к вам с проверкой. Ну они, допустим, плохие продукты закупали. Ну в это время будут закупать хорошие продукты. И что это даст? Поэтому здесь не столько надо правительству этим заниматься, сколько формировать долгосрочную программу развития страны, где таким тяжелым блоком должно быть план развития государственного сектора экономики. Это в рамках государственно-монополистического регулирования, согласно законам государственно-монополистического капитализма, экономическим законам. А что рабочим здесь выгодно? Что рабочим выгодно в этом отношении? Чтобы развивался капитализм государственно-монополистический, но развитие, Владимир Ильич Ленин писал, что между государственно-монополистическим капитализмом и социализмом нет больше никаких ступеней. Социализм есть государственно-монополистическим капитализм, поставленный на службу всему народу. В результате, естественно, революция здесь, конечно, необходима, так просто никто не позволит это сделать. Это, конечно, только через государственную, только через революцию, через формирование Советов. Но это может быть и мирным путем произойти. Так вот, в этих документах, вначале, вот это интересная история. Я призываю к тому, чтобы посмотрели и следили за этим документом, когда он попадет или не попадет в эти списки на отмену. Есть документ Совета народных комиссаров РСФСР, декрет от 29 октября 2017 года о 8-часовом рабочем дне. Было заявлено по телевидению бывшим, сейчас уже бывшим, представителем правительства Российской Федерации, что этот документ будет отменен. Я посмотрел то, что отменено, значит, отмены произошли уже в два этапа, этого документа не нашел. Есть документ, который отменяется о введении 7-часового рабочего дня. Но это в намерениях. В намерениях, да. В намерениях я это тоже видел. Документ о 8-часовом тоже видел в намерениях. То есть в проекте постановления правительства я видел его, а в постановлениях еще его не видел. То есть ни в 1300 документах нет, ни в 3700 документах отмененных еще не видел. Может быть, все-таки то, что началось обсуждение этого, общественный резонанс получило, что такой документ важнейший, исторической важности, документ о 8-часовом рабочем дне, и его так вот просто отменить? Давайте рассмотрим содержание этого документа. Ведь здесь очень интересное содержание. Это всего три страницы, ну если в таком формате. Вы знаете, документ, я, конечно, раньше его читал, вот сейчас еще раз распечатал, еще раз его изучил. Но тут пункт второй, который является содержательным. Рабочее время не должно превышать 8 рабочих часов в сутки и 48 часов в неделю. Вот он, самый содержательный пункт этого документа. Могут возразить, а что 48 часов? У нас 40 часов сейчас в Трудовом кодексе. Вроде бы зачем документ 48, если 40 уже поставили, вроде бы лучше. Но у нас в Трудовом кодексе нет, ничего вообще, не только в Трудовом кодексе, а вообще в нашем законодательстве, кроме данного документа. Документ сейчас пока в законодательстве. Насколько я понимаю, потому что он не отменен. Ну если отменен, ну давайте все изучать, смотреть, следить за этим. Но насколько я увидел, он не отменен. Это говорит о том, что 8-часовой рабочий день у нас в стране. 8-часовой. Что это означает? Это означает, что если сверх того работы, это сверхурочные. Сверхурочные должны оплачиваться в полуторном размере первые 2 часа, последующие в двукратном размере. Это очень важно. Важно. Кроме того, мы все помним эпопею с тем, что вроде тоже правительство хотело внедрить 4-дневную рабочую неделю. Уплотнить рабочий день. Не так давно. Уплотнить рабочую неделю. То есть, какой вывод? Если 40 часами ограничено рабочее время в неделю, и если 4 дня в неделю, то простая арифметическая операция дает 10-часовой рабочий день. А этот декрет этому мешает. Возможно, это наши догадки об этом, но уж очень очевидно. 8-часовой рабочий день. А это же, естественно, если 10 часов и 4 дня. Для здоровья это плохо. Мы об этом говорили. И есть замечательные выступления по этому вопросу профессора Золотова, Александра Владимировича. Где настолько, я думаю, нам надо дать ссылки на эти выступления. Где очень замечательно расписано, проанализировано, сделаны выводы о том, к чему это все приведет. Была у нас конференция в институте, которая тоже есть в интернете, по тому, что ряд профсоюзов против этого. Против введения 4-дневной рабочей недели при 10-часовом рабочем дне. А кто? Если 4 дня по 8 часов? Ну, извините, какой капиталист на это согласится? Ясно, что будет компенсировать. А если 4 дня по 10 часов и остается 3 дня выходных, тогда понятно, что есть такой стимул и создан предпосылки для того, чтобы заставить людей работать еще 2 дня по 10 часов. И перейти к 60-часовой рабочей неделе, как мечтал некий Прохоров. Помните его? Прямой. Ну, там он прямо заявил, а эти все хитрее пытаются делать. То есть, вот он документ, декрет, который говорит о 8-часовом, не говорит, а заставляет всех ввести 8-часовой рабочий день. Кроме того, здесь есть замечательные другие пункты. Вот 3 страницы, а содержание больше, чем в некоторых трудовых кодексах. Ну, при односменной дневной работе наименьшая продолжительность воскресного и праздничного отдыха 42 часа. То есть, 42 часа надо минимум давать, неделю отдыхать. В особо вредных условиях рабочее время подлежит дальнейшему сокращению. Очень важно. Кроме того, здесь есть отправки к рабочим коллективам, к рабочим организациям. То есть, многое дело с согласием рабочих организаций. Заводских комитетов, фубличных комитетов. Ну, тут не перечислены они, а названы рабочие организации. Все лица женского пола и лица мужского пола, не достигшие 18 лет, сверхурочным работам не допускаются. Мощнейшая регламентация, несмотря на короткий текст, мощнейшая регламентация сверхурочных работ. Переписаны пункты, их 4. Когда можно допускать сверхурочную работу? По чисто исключительным случаям. Все сверхурочные работы в рабочие книжки рабочих заносятся особо. Сверхурочные работы заносятся в рабочие книжки. А это чтобы было можно их посчитать? Посчитать раз. А во-вторых, ну, каждый раз заносить это тоже. Лучше можно организовать производство, чтобы не было сверхурочных работ. И чтобы люди нормально отдыхали. И пункт 26 последний. Виновные в нарушении настоящего закона караются по суду лишением свободы до одного года. Какие сейчас санкции за нарушение трудового законодательства? Очень слабые. Штрафы мизерные. За отказ от исполнения коллективного договора, что штраф там, допустим, не допустим, где-то около 5000 рублей. Ну, что это такое? То есть, на самом деле, документ серьезнейший, громадного исторического значения, имеющий практическую, теоретическую значимость. Итак, походя, в ряду там менее значимых документов, его взять и уничтожить такой документ, это просто-напросто, ну, мало того, что это против трудящихся, это и против, наверное, в какой-то мере и исторического процесса. Это против исторического прогресса. И против самого класса капиталистов. В определенной мере, да. В определенной мере, да, против самого рабочего класса капиталистов. В каком смысле? Дело в том, что тот же российский капитализм находится в конкуренции с другими капиталистическими системами. А сейчас выживают и развиваются те капиталистические системы, которые основываются не на производстве абсолютной прибавочной стоимости. Абсолютная прибавочная стоимость за счет увеличения рабочего дня или увеличения интенсивности труда. А за счет производства относительной прибавочной стоимости это за счет удешевления товаров, то есть за счет экономии труда. Это более прогрессивно и действительно вызывается техническим прогрессом. И вызывает технический прогресс. А еще есть одна форма прибавочной стоимости. Добавочная прибавочная стоимость. Она редко, редко этот термин используется. Даже, к сожалению, марсистами далеко не все его используют. Но в некоторых учебниках пишут избыточная прибавочная. Избыточная вроде она лишняя, но она совсем не лишняя. А добавочная прибавочная стоимость образуется тогда, когда технические новации, новшества внедряются на каком-то предприятии. За счет этого получается значительное уменьшение затрат труда. Это не за счет того, что рабочие больше работают интенсивнее, а за счет технологии. И тогда на каком-то определенном предприятии или нескольких предприятиях получается прибавочная стоимость, добавочная. Потому что индивидуальные затраты меньше, чем стоимость. И какое-то время, пока стоимость общества не опустилась до этих индивидуальных затрат, за счет того, что внедряется будет и на других предприятиях новой технологии, этот капиталист или эта группа капиталистов будет получать добавочную-прибавочную стоимость. Вот сейчас развитие современной экономики капиталистической происходит в значительной степени за счет того, что производится добавочная-прибавочная стоимость. Это, по сути, перераспределение части прибавочного продукта от одних капиталистов к другим. А другие, более отсталые, либо разоряются, либо подтягиваются к этим, к тем, кто с более высокой технологией. Вот так надо действовать. А увеличение рабочего времени, оно противостоит этой тенденции. Если рабочего можно заставить работать 10, 12, 14 часов, то не нужно внедрять никакую новую технику. Это покрывается количеством рабочих. Согнали количество рабочих, кройте эту яму. Хотя можно прислать один эскаватор, который выроет эту яму гораздо быстрее. И увеличение рабочего времени, оно вредит саму развитию капитализма. Еще Карл Маркс указывал в «Капитале», что наступает такой момент, когда механизация труда становится выгодной. А при определенных условиях она невыгодна. То есть, когда у тебя… Замена живого труда обеществленного. Да, да. То есть, подобные решения консервируют хроническое отставание российской экономики от более развитых капиталистических экономик. Те, кто настаивает, капиталистов настаивают на увеличение продолжительности рабочего времени. Отдельный капиталист, вроде у каждого такой интерес есть. Но у капиталистов всех вместе должен быть интерес сокращать рабочее время. И этот интерес реализуется. Например, в Западной Европе рабочие работают меньше гораздо, чем наши рабочие по времени, а зарабатывают в несколько раз больше. И создают больше прибавочного продукта, который идет на благо всего общества. Нет, они не создают больше прибавочного продукта. Они, может, создают и меньше прибавочного продукта. Прибавочного продукта, может, создают и меньше. Но они очень эффективно переспределяют прибавочный продукт, созданный в менее разных странах за счет этого. Потому что у них вот эта добавочная прибавочная стоимость. Прибавочный продукт, создаваемый в России, в Индии, в других менее разных странах, он очень эффективен за счет того, что у тех стран лучшие технологии, за счет этого и финансовые рычаги, банки огромные. Они очень эффективно перекачивают прибавочный продукт, созданный в менее разных странах, в эти более разных странах. То есть наши капиталисты, наш класс капиталистов, не осознав этих закономерностей развития мировых процессов, будут в подчиненном положении и в раздавленном положении и проиграют конкуренцию. А рабочий класс здесь может выступить в своих интересах и обязан выступить за уменьшение рабочего времени, в своих интересах, в нем интересы капиталистов. Капиталисты в данном случае это вторично для рабочего класса. Надо внедрять шестичасовой рабочий день. Причем явочный порядок можно внедрять. Ведь восьмичасовой рабочий день, вот этот декрет, который я приводил, великий декрет о восьмичасовом рабочем дне, он же был принят уже после того, как на многих предприятиях Петрограда и Москвы в 1917 году рабочие ввели в восьмичасовой рабочий день сами. Явочный порядок. Явочный порядок. Фабричные, заводские комитеты, профсоюзы ввели под рабочим контролем ввели в шестичасовой рабочий день. Восьмичасовой рабочий день. И сейчас в шестичасовой рабочий день уже были случаи, когда докеры бастовали, они бастовали не все восемь часов, а бастовали два часа, а шесть часов работали. Я приводил пример на конференции, о которой вы упоминали, что я сам являюсь мелкой буржуазией, предпринимателем. Не все, наверное, мелкой буржуазии России. Не, не все. Я скажу, что на примере своего небольшого предприятия мы не имеем хозяина, мы работаем, можно сказать, как кооператив в марсовском понимании. За счет внедрения технологий новых и современных у нас рабочий день уменьшился сам по себе. То есть если несколько лет назад... Ну и сам по себе, вы, наверное, приняли решение такое. Я же скажу, то есть мы, скажем, работали над заказами в течение восьми часов, а постепенно, так как у нас новое оборудование, более правильное и рациональное планирование труда, мы стали справляться с тем же объемом труда за шесть часов. То есть мы стали позже приходить на работу, раньше уходить, заниматься с семьей и детьми, но это объективно работает, у нас над нами нет капиталиста, да, учредителя. Вы сами капиталисты? Ну мы, да, скажем так. Но, по крайней мере, мы видим, как это работает на собственном опыте. И наши предприятия, когда работает работник шесть часов, а не восемь, у него еще два часа есть, по сравнению с обычным рабочим днем, есть два часа на творческую деятельность. Он даже идет домой, он едет по дороге, он думает, он развивается. Он это время может посвятить где-то организации, где-то планированию, где-то творческим процессам. И у него больше интереса потом приходить на работу и внедрять то, что он придумал. То есть, на самом деле, еще два часа даются на развитие человека, ведь свободное время – это не время свободное от работы. Свободное время – это время, в котором человек развивается. Вот если человек развивается в это время, это его свободное время. Не когда он спит, это совсем не свободное время, когда человек спит. или когда он едет на работу или пьет, ну смотря что. Если алкоголь, конечно, тоже вряд ли можно назвать это свободным временем, но то, что содействует развитию человека, это есть то время, в которое человек развивается, это есть его свободное время. И это исторический процесс, великий исторический процесс, во-первых, он основан на законе экономии труда, это всемирный, всеобщий закон экономии труда, который с древних времен человечеству примерно миллион лет. И миллион лет этот закон выполняется, когда человек начинает от палки-копалки первобытно-общинной, первобытно-общинном коммунизме, и когда перешел к рабовладению, весь этот процесс занял тоже, экономия труда была, производительность труда это последствия выполнения этого, выражения этого закона, увеличение производительности труда. И увеличение производительности труда, оно является основой, с одной стороны, с другой стороны, экономия труда является средством для увеличения производительности труда. Когда появились отдельно люди умственного труда, которые думали над тем, как сделать, те же архитекторы, те же инженеры, те же пифагоры, другие там изобретатели, То есть человечество они продвигали, но продвигали почему? У них было свободное время появилось, которое они сами развивались, они развивали, содействовали развитию всего общества. И вот шестичасовой рабочий день, ну в конце концов, уже больше ста лет прошло с внедрения восьмичасового рабочего дня. Сейчас покушается на восьмичасовой рабочий день, в том числе этой гильотиной, так называемой в кавычках. А внедрение шестичасового рабочего дня приведет к большему развитию техники, технологий, потому что если работают по шесть часов, то у капиталиста усиливается стимул к внедрению новой техники, чтобы сохранить свои прибыли. Два часа он живого труда не получает от работника в день, он должен их заместить эти два часа. А когда внедряют новую технику, он перекроет эффект потери этих двух часов. Увеличение длительности рабочего дня приводит еще к такому эффекту, что капиталист увеличивает интенсивность труда и... Капиталист сам себе не увеличивает, он рабочим увеличивает, заставляет рабочих более интенсивно работать. То есть больше энергии тратит Денису времени. И получается, что уменьшается количество рабочих, и таким образом рабочие сами себе становятся конкурентами. А при сокращении... Ну это один из приемов усиления эксплуатации. Но это то, что я говорил, это производство абсолютной прибавочной стоимости. В капитале замечательно все не описано, а выведено. Есть два способа увеличить рабочий день, либо заставить быстрее работать. А иногда и то, и другое делают. И увеличивают рабочий день, и заставляют быстрее работать. Если человек работает выше, чем организм может длительно работать в таком режиме, в такой интенсивности, это значит интенсивность больше нормальной. При интенсивности больше нормальной силы человека сокращаются, как шагреневая кожа. И человек не способен отработать столько времени уже без потери здоровья. Если интенсивность значительная, то рабочий день надо сокращать еще больше. Для того, чтобы человек просто жил, просто и завтра, и после завтра, через месяц, и через год мог выйти на работу и работать. Если интенсивность высокая, тогда надо работать 2-3-4 часа в день, не больше. Если требуют технологии больше интенсивности. Вот как, например, конвейер, когда внедряли, интенсивность увеличилась. Конвейеры ускоряли, рабочие начали работать интенсивнее. А потом к чему пришли? К тому, что на ряде предприятий внедрили 4-х сменку по 6 часов. По 6 часов интенсивнее, но 6 часов. Если человек способен нормально выдержать 6 часов. А если 8 часов поставить ему задачу работать, он просто не сможет, он будет болеть. Они просто потеряют рабочих, и просто конвейеры у них остановятся. Они потерпят поражение и разорятся. Капиталисты. Декрет в 8-часовом рабочем дне был принят еще в капиталистической экономике. Но стал одним из условий создания социалистической экономики. Мне кажется, что трудящимся надо бороться за сохранение этого декрета. Каким образом это можно делать? Ну, прежде всего, за сам декрет как таковой. За нормы, содержащиеся в декрете. Имеется в виду, что государство было уже социалистическое. Экономика еще капиталистическая. Она была капиталистической до середины 30-х годов. Уклад был капиталистический. А в 17-м году точно почти вся была капиталистическая. Еще не успели быть создан коммунистический сектор экономики. Здесь не столько за это документ. Выходить с плакатами, сохраним декрет. Нет. Здесь надо бороться за 6-часовой рабочий день. Это должен быть ответ этим всяким регуляторным гильотинам, различным процессам дерегулирования экономики, увеличению пенсионного возраста. Ответ этому надо дать всему 6-часовым требованиям 6-часового рабочего дня. Но требованиям на своих рабочих местах через профсоюзную организацию профсоюзов, через организацию забастовок. А в забастовке, вот как докеры в Питере, 6 часов работают, выполняют норму за те 6 часов, чтобы не потерять в заработках. 2 часа они работают, 2 часа думают, как организовать дальше им это забастовочное движение, как им победить в забастовке. И они победили. Это все возможно, это все нормально. Если ориентируемся на опыт наиболее передовой, есть страны в той же Дании, в той же Швеции, где спокойно работают 6-5 часов в день. И производят не меньше, чем на многих наших предприятиях за 12 часов. Завершая беседу о регуляторной гильотине, необходимо коснуться положений, которые не такие важные, но тоже очень ценные для трудящихся. Как, например, трудовые кассы взаимопомощи, общественные инспекторы по охране труда, сроки выплаты нанимателям, увольняемым работникам, причитающиеся им зарплаты, порядок финансирования органов здравоохранения за счет средств социального страхования. Ведь это нормы, которые создавались на протяжении многих десятилетий в социалистическом государстве и гарантировали социальные права. А еще началось, я думаю, до революции часть из них. Кассы взаимопомощи были до революции. А сколько документов, касающихся условий труда? Например, есть документ по увеличению отпусков и уменьшению рабочего времени на рабочих местах с повышенной вибронагруженностью. Вибрация – это страшный враг здоровью. А это очень много работ, где есть вибрация. Начиная от транспорта и заканчивая работой возле станков, которые производят вибрацию. Либо те, кто работают с отбойными молотками и с подобными, когда асфальт кладут, есть где тротуары, где каток не заходит. Там такие небольшие устройства, которые рабочие непосредственно на нем работают и тащат вибрацию. А сами катки же вибрируют. Асфальтоукладочные катки вибрируют. Шахтеры, метростроевцы – это касается огромного количества трудящихся. Да, авиаторы, очень много, где есть вибронагруженность. А вибрация наносит серьезный вред здоровью. Поэтому надо сокращать время, находящее, которое человек подвергается вибрации. И таких документов много. Что очень плохо, то, что 20 тысяч документов, из них пусть там 5% будут таких документов замечательных, ну как декрет, как другие, которые сейчас не заменены ничем. Это получится, что какое-то время вообще не будет отрегулироваться. Но добиться просто призывами, призывами так скажем, не делайте этого, это бесполезно. Это действительно только организованная сила рабочих. А рабочие организованы производством самим на фабриках, заводах. И даже доорганизоваться в правосоюзной организации, которые будут формировать проекты коллективных договоров. Эти проекты коллективных договоров надо требовать и записывать 6-часовой рабочий день. Записывать условия по увеличению заработной платы, как мы знаем, заработная плата у нас в 3, от 3 до 5 раз ниже, чем стоимость рабочей силы у нас. Другие прогрессивные требования. И этот процесс идет уже. Процесс постепенно идет и все больше и больше рабочих вовлекаются в эту борьбу. Спасибо. Спасибо.